Завтрак – это самый важный приём пищи в течение дня, ведь именно он даёт нам энергию и силы на начало нового дня. Видео на тему «Как нужно завтракать после 50 лет» расскажет вам о том, почему стоит уделять особое внимание этому приёму пищи. Вы узнаете, какие продукты лучше всего выбирать для полноценного завтрака, чтобы получить все необходимые витамины и минералы. Эксперты поделятся секретами правильного питания и подскажут, как создать сбалансированный рацион, чтобы ваш завтрак был не только полезным, но и вкусным. Видео также расскажет о том, как завтрак влияет на наше настроение и концентрацию в течение дня. Вы познакомитесь с результатами исследований, которые доказывают, что правильно организованный завтрак способен повысить нашу продуктивность и улучшить память. Не забывайте, что завтрак — это не просто приём пищи, а настоящий ритуал, который помогает нам начать день с хорошего настроения. Видео «Как нужно завтракать после 50 лет» научит вас создавать свои собственные завтраки, настроение и поделиться идеями для вдохновения. Приготовьтесь узнать, как сделать завтрак максимально полезным и вкусным, и начните свой день с энергии. Пожалуйста, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и не забудьте поставить лайк. Ещё буду благодарен, если поделитесь роликом в социальных сетях. В будущем буду радовать полезными материалами. Как нужно завтракать после 50 лет? После 50 лет поддержание здорового образа жизни и правильного питания становится особенно важным. Возрастные изменения — это серьёзный повод изменить свой рацион, таким образом поддерживая организм во время гормональной перестройки. В завтраке рекомендуется уделять внимание следующим аспектам — белки. Обеспечивайте свой организм достаточным количеством белка для поддержания мышечной массы и общего здоровья. Хорошие источники белка включают яйца, молочные продукты, творог, орехи и семена. Клетчатка. Включайте продукты, богатые клетчаткой, такие как овсянка, ягоды, фрукты и овощи. Клетчатка помогает поддерживать нормальную работу кишечника и контролировать уровень сахара в крови. Кальций и витамин D. После 50 лет особенно важно поддерживать здоровье костей. Включайте в завтрак продукты, богатые кальцием, молочные продукты, творог, лосось. И получайте достаточное количество витамина D, который помогает усваивать кальций. Омега-3 жирные кислоты. Лосось, льняное семя, чья семена – это хорошие источники омега-3 жирных кислот, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему. Ограничение сахара и соли. Старайтесь избегать излишков сахара и соли, так как они могут негативно влиять на здоровье сердца и общее благополучие. Прежде чем изменять свой рацион, всегда рекомендуется посоветоваться с врачом или диетологом, чтобы учесть индивидуальные особенности вашего здоровья и потребностей. Четыре основные продукта на завтрак после 50 лет. Яйца – это питательный продукт, богатый многими важными элементами питания. Вот некоторые из пользы яиц. Яйца содержат высококачественный белок, необходимый для роста и ремонта тканей в организме. Яйца богаты различными витаминами, включая витамин В12, который важен для образования красных кровяных клеток, и витамин D, необходимый для здоровья костей. Яйца содержат минералы, такие как селен и железо, которые важны для нормального функционирования организма. Лютин и зиоксантин – эти антиоксиданты, содержащиеся в желтке, могут быть полезны для зрения и поддержания здоровья глаз. Холин – этот важный нутриент в яйцах, играет роль в строении клеточных мембран и может поддерживать функцию мозга. Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на ранее существовавшие опасения из-за содержания холестерина в яйцах, исследования показывают, что употребление умеренного количества яиц может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Яйца содержат калий, который важен для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы и нормального кровяного давления. Важно помнить, что употребление яиц следует включать в разнообразное и сбалансированное питание, и, как и с любыми продуктами, умеренность важна. Люди с определенными заболеваниями или ограничениями в рационе могут обсудить свой рацион с врачом. Овсянка – это замечательный и полезный продукт. Она богата растворимыми и нерастворимыми волокнами, белком, витаминами и минералами, такими как марганец, фосфор, медь, железо, магний, цинк и другие. Вот некоторые из пользы, которую овсянка может принести, полезны для пищеварения. Благодаря высокому содержанию растворимых волокон, овсянка способствует здоровому пищеварению, помогает снижать уровень холестерина и контролировать уровень сахара в крови. Источник энергии. Овсянка содержит углеводы, которые постепенно высвобождают энергию, обеспечивая чувство сытости на длительное время. Богатый источник антиоксидантов. В ней присутствуют антиоксиданты, такие как авиантромиды, которые могут помочь защитить клетки от повреждений свободными радикалами. Помогает снижать вес. Благодаря высокому содержанию волокон и способности вызывать чувство сытости, овсянка может помочь контролировать аппетит и снижать вес. Поддерживает здоровье сердца. Регулярное употребление овсянки связано с снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Полезно для кожи. Купание в овсяном отваре или использование овсянки в косметических средствах может успокаивать кожу, уменьшать воспаление и зуд. Улучшает иммунитет. Овсянка содержит бета-глюкон, который помогает укреплять иммунную систему. Содержит микроэлементы. В ней присутствует ряд важных микроэлементов, которые важны для здоровья костей, мышц и общего организма. Помимо вареной овсянки, можно также приготовить овсяные хлопья, каши, печенье и даже использовать овсяные отруби в выпечке. Натуральный йогурт является ценным продуктом, богатым питательными веществами, которые могут оказать положительные воздействия на здоровье. Вот несколько преимуществ употребления натурального йогурта – пробиотики. Йогурт содержит живые культуры молочно-кислых бактерий, такие как лачтобоциллус и бифидобатстериум. Эти пробиотики способствуют поддержанию здоровой микрофлоры в кишечнике, что важно для нормального функционирования пищеварительной системы. Натуральный йогурт является хорошим источником белка, который необходим для строения и восстановления тканей в организме. Белки также способствуют чувству насыщения, что может помочь в контроле веса. Йогурт содержит кальций, необходимый для здоровья костей и зубов. Это особенно важно для детей, подростков и людей в зрелом возрасте. Йогурт обогащён витаминами и минералами, такими как витамин B12, рибофлавин, магний и фосфор, которые играют важную роль в общем здоровье. Улучшение иммунитета. Пробиотики, содержащиеся в йогурте, могут поддерживать иммунную систему, помогая бороться с вредными бактериями и укрепляя организм. Лёгкость усвоения. Йогурт легко усваивается организмом, и он может быть хорошей альтернативой для людей, которые испытывают трудности с усвоением лактозы, поскольку пребиотики помогают в её переработке. Поддержание здоровой кожи. Пробиотики в йогурте могут способствовать здоровью кожи, улучшая её состояние и снижая воспаление. Важно отметить, что при выборе йогурта лучше предпочитать те варианты, которые не содержат добавленных сахаров и искусственных добавок. Творог – это замечательный источник белка, кальция, фосфора и других важных питательных веществ. Его польза для организма включает в себя, творог содержит высококачественные белки, необходимые для роста и восстановления тканей, а также для поддержания иммунной системы. Кальций – важен для здоровья костей и зубов, а также играет роль в мышечном функционировании и свёртываемости крови. Фосфор – необходим для здоровья костей и зубов, образования днка и многих других клеточных процессов. Творог богат витаминами группы В, в том числе В12, которые помогают в обмене веществ, функционировании нервной системы и производстве энергии. Другие минералы – магний, калий и другие минералы в твороге способствуют правильной работе органов и систем организма. Полезные жиры – в твороге содержатся полезные жиры, такие как омега-3, которые поддерживают здоровье сердца и мозга. В пищеварении – творог является источником пробиотиков, которые благоприятно влияют на здоровье кишечника. Сытость – благодаря высокому содержанию белка-творог помогает дольше чувствовать сытость, что может быть полезно при контроле веса. Однако важно помнить о своих индивидуальных особенностях и не превышать уровень употребления жиров и соли, особенно при наличии определённых заболеваний. А вот нерациональное питание может иметь негативные последствия для здоровья. Если человек употребляет недостаточное количество питательных веществ, таких как витамины, минералы, белки, углеводы и жиры, это может привести к различным проблемам со здоровьем. Например, длительное недостаточное потребление определённых витаминов или минералов может вызвать дефициты и, соответственно, привести к заболеваниям. С другой стороны, чрезмерное потребление определённых продуктов, особенно тех, которые богаты калориями, сахарами, солью или насыщенными жирами, также может иметь отрицательные воздействия на здоровье. Это может привести к ожирению, повышенному уровню холестерина, сахарному диабету и другим заболеваниям. Поэтому важно следить за своим рационом и обеспечивать организм всеми необходимыми питательными веществами, чтобы поддерживать здоровье и хорошее самочувствие. Таким образом, рациональное и сбалансированное питание, которое включает в себя разнообразные продукты и удовлетворяет потребности организма в необходимых питательных веществах, является важным аспектом поддержания здоровья. Перед тем, как вносить кардинальные изменения в свой рацион, всегда рекомендуется консультироваться с врачом или диетологом. Какой должен быть идеальный завтрак для женщин после 50 лет? Идеальный завтрак для женщин после 50 лет должен быть богат белками, включать в себя овощи и фрукты, а также быть низким по содержанию сахара. Спасибо за внимание. Желаю вам хорошего дня. Желаю вам хорошего дня.